Добрый день! Сегодня мы рассмотрим Square One от компании YJ, линейка MGC. Одна из наиболее удачных серий головоломок. Особенно удались кубы с 4х4 по 7х7. Мы здесь видим коробочку, ну уже, конечно, не такую оригинальную, уже привычную. SQ-1, Square One, MGC, YJ. Код товара YJ8109. Снимаем. Открываем коробок. Незамысловатыми движениями внутри SQ-1 и коробочка с аксессуарами. Пластиковый такой поддон, достаточно объемный. Понятно, что коробочка могла бы быть и поменьше, могли бы сэкономить, но не стали. Маленькая коробочка такая же, как и во всех других головоломках этой линейки. Открываем. Здесь что-то высыпается. Все. Ну, стандартная отвертка. Кстати, нет подставки. Инструкция. Коротенькая. Английский, китайский. И вот это запасные детальки черного цвета. Ну, не запасные, а сменные. И можно поменять, ну, либо белый, либо желтый цвет на черный для тех, кому это нужно. Точно такую же опцию мы помним у Volt 2M. Я на черный цвет поменял, ну, здесь что-то поленился, не стал. Для Square это, ну, не самый актуальный апгрейд. Для Megamix такое очень полезно. Четыре детальки с углов, четыре с ребер. Сами детальки без магнитов. Магниты находятся глубже. Сам Square. Естественно, его стоит сравнивать с прямыми конкурентами. Это Volt 2M и Yuxin Little Magic магнитный. Это три магнитных сквайры, которые существуют на данный момент. На заднем фоне есть еще девять сквайров. Синие не магнитные и внимания не заслуживают. Хотя в свое время были некоторые из них популярные. Тот же Volt, когда-то был моим основным. А в самом начале был это Shinshou. А кто-то недавно под видео о Square 2 вспоминал эту модель. Shinshou. Неплохо вращается, но в эпоху магнитных головоломок в них уже смысла особого нет. Ну, для тех, кто собирает на скорость и выбирает, что получше. И вот три магнитных модели. Для начала сравню по размеру. Yuxin Little Magic. 55 на 55. Высота 57. Volt 2M. 54 на 54. Высота 56. MGC. Недаром встал посередине. Он чуть меньше, чем Yuxin. И чуть больше, чем Volt 2M. 54,5 на 54,5. И 56,5 высота. Yuxin и Volt по 85 граммов. MGC потяжелее 93, если не ошибаюсь. По компоновке элементов MGC больше похож на Square от X-Man Volt 2M. С широким средним слоем. У Yuxin он чуть поуже. Цвета, наоборот, ближе к Yuxin. Ну, хотя есть отличия. Вот здесь желтый какой-то не такой. Ну, а еще оттенки, естественно, другие. Из-за того, что MGC это полностью матовый пластик. Никаких полутонов. Он прям сильно-сильно матовый. Я на нем несколько сотен сборок провел. И глянцевым он не стал. До этого матовый Square. Это какой-нибудь Cuban Classroom был матовый. И более-менее матовый Чифа от того же Чи. Из актуальных моделей. Это единственный матовый Square. Пластик цветной. Это единственный вариант. Черного-белого нет. Внутри Primary. Бесцветный пластик. Ну, вернее, не окрашенный. И что бросается во глаза, если мы посмотрим на конкурентов, вот это отверстие значительно больше именно у MGC. Если у Yuxin и у V2M примерно одинаковые эти отверстия, то MGC сильно превзошел. Лучше на белой на стороне будет видно. Yuxin и V2M. И вот по центру MGC. Большая отверстия, как мы понимаем, дает лучшую плавность сборки, отсутствие лакапов, лучший углорез и что-то такое. Смог ли я это прочувствовать сразу с коробки? Абсолютно нет. Из коробки я не знаю почему, но этот Squire очень сильно затянут. Настолько затянут, что он вращается значительно хуже своих прямых конкурентов. И поначалу мое мнение о нем было, ну такое, невысокого мнения я был. Не сильно понравился. Ну, тестировал я достаточно долго. Это один из двух кубов, которые я брал с собой в командировку на Сахалин. И на обратном пути, самолет летит 9 часов, я как раз собирал этот Squire. Самолет с Южно-Сахалинска в Москву. Стоит отметить, что я не профессиональный сборщик Squire. Я собираю его не так часто. И в основном ближе к соревнованиям, либо когда тестирую головоломки. Так вот, в прошлый раз я активно крутил Squire. Это когда вышел вольт 2e. Это было достаточно давно. И это был очень большой перерыв. Я позабыл кучу алгоритмов, даже основных, на Squire. И в самолете я как раз их вспоминал. Ну, все удачно вспомнил. Восстановил свое среднее время около 40 секунд. И вот именно с позиции такого уровня я и рассказывал про эти головоломки. Естественно, те, кто собирают за 10, могут иметь совершенно другое мнение. Я с ним спорить не собираюсь. Ну так вот, изначально из коробки Squire был очень сильно затянутый. Настолько затянутый, что собирать им было неудобно. Поэтому, спустя какое-то количество сборок, я, не помню, какую, по-моему, зеленую пластинку снял и ослабил болт. Squire One чем хорош? Тем, что для его регулировки достаточно покрутить всего лишь один болтик и регулируется он сразу весь. Не как на 3х3, где нужно с шести сторон производить эту регулировку. Ну и после того, как я его ослабил, он стал вращаться комфортно и очень даже хорошо. Давайте соберем как-нибудь, не спеша. Так. Так. Купшей будем считать. Смазал я его белой смару и все, больше ничем. Смазка влияет на него не так сильно, но чуть пошустрее начинает вращаться. Если рассматривать магниты, то они, наверное, близки к вольту 2М. Может быть, чуть-чуть послабее, но это также может быть из-за того, что я его расслабил. Если движение слайс сравнивать с тем же вольтом, то на вольте он как пропеллер вращается. Правый кусок сквайра. Так же и на юксине. Здесь же чуть сильнее фиксация. Это, видимо, из магнитов. Не так она активна, но как бы мне особо это не помешало. Тестировал я сквайр долго и не мог прийти к однозначным выводам. То ли он такой вот середнячок, который не поймет для чего. То ли он лучший сквайра из всех трех. Но в итоге... Мне кажется, что здесь определяющим как раз будет фактура пластика. Сразу скажу, что если вы хотите первый хороший сквайр с магнитами, то достаточно взять юксин литл мэджик, именно магнитный, и все у вас будет хорошо. Единственный он недостаток. Возможно, он касался только первых партий. Это то, что отваливались из сферы магнитики или что там какие-то детальки выпадали. Их приходилось вставлять обратно. Такое встречалось. Я купил штук 8 сквайров из самых ранних партий. И там у некоторых такое было. Вот понь, основной сквайр и юксин, из той же партии, с ним все было в порядке. Но упомянуть об этом моменте я был обязан. А так, отличный сквайр. Легкое вращение, но фиксация вполне достаточная. Нет сменных деталек, простенькая упаковка, но для сборки он отличный. Мне для именно сборок в итоге Вольт 2М показался комфортнее. Он какой-то такой, ну с более профессиональным уклоном. Выпускался в двух модификациях. Бесполезная, где был замагничен только слайс. Движения верхней и нижней грани без магнитов были. И полная магнитная версия, как у меня, обозначалась она UD-слайс. Ну, слайш. Вот такой и, соответственно, черные детальки в комплекте. Он своей актуальности не теряет. Но в то же время MGC ничем не плохо, ничем не уступает. Единственное вот серьезное отличие, это именно более тугой слайс и матовый пластик. Я небольшой любитель матового пластика, поэтому, наверное, не буду расхваливать эту модель. Но, объективно сказать, недостатков у нее нет. Давайте дособерем, что у нас тут у нас тут паритет. Я когда-то знал всякие юпермы, но с того, что бросался брать эту головоломку, подзабыл. Так что стандартными алгоритмами. Да, вот под видео про Squire 2 были разговоры, что Squire можно собирать одним алгоритмом. Я, если честно, таким способом не владею. Вряд ли он эффективен. Понимаю, что можно Squire собрать интуитивно. Но все-таки для рациональной сборки необходим определенный набор именно алгоритмов. У меня есть подробное обучающее видео по Squire. Первому можно найти по ссылке в описании. И там, вроде бы, оптимальный метод предложен. Причем во второй части есть всякие алгоритмы, многие из которых я уже сам забыл. Но из множества продвинутых алгоритмов я выбрал самые основные, самые простые для запоминания, либо самые полезные. Был проделан большой труд. Так что, если кому интересно, можете посмотреть. В итоге, MGC это хороший Squire. Не скажу, что он самый лучший, но он прямой конкурент V2M. Для моего уровня сборки они примерно одинаковы по характеристикам. Те же, кто собирают гораздо быстрее, чем я, наверняка оценят вот это увеличенное отверстие. Будет меньше лакапов, наверное. Ну, кто уже протестировал, с тех, кто хорошо собирает, напишите в комментариях свое мнение. Цена у MGC и V2M примерно одинакова, а у Yucin более чем в два раза меньше. Так что, тут выбор за вами. Не такая дорогая головоломка Squire One. Это не то, что 21x21, который недавно поступил в продажу от компании Moe. Слово говоря, за лето было выпущено не так много новинок. Я почти ничего не покупал. Конечно, были интересные вещи, типа мастер миксапов и того же 21x21, но с миксапами ситуация сложная. Предыдущие версии всякие еще не все разобрал. А с большими кубами, типа 21x21, пока я не готов более 100 тысяч выкладывать за головоломку. Хотя уже купить можно. Тем не менее, запас головоломок у меня достаточный. Анбоксинги выходить будут. Все по расписанию. А на этом будем заканчивать. MGC. Хороший Squire. Выбирайте матовый пластик, глянцевый пластик. Примерно одинаковые по своему уровню модели. Но если хотите первый и бюджетный, и всем хороший Squire, то берите Yucin. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok